Давайте попробуем дисперсию какую-нибудь сосчитать. Все-таки доживем до этого. У нас схемы испытаний вернули. Мы нашли математическое ожидание. Все, было много лирических отступлений, даже не лирических, а там каких-то. Вот у нас получилось, что математическое ожидание x равняется mp. Давайте дисперсию посчитаем. Так, дисперсия x. x это есть математическое ожидание квадрата x минус квадрат математического ожидания. Но вот эта величина, ведь мы ее уже знаем. То есть вторая формула, которую мы сегодня передоказали, вчерашняя, она в принципе полезна. Но можно было и не так, наверное, действовать. Тем не менее, мне так больше нравится. Минус mp в квадрате. Ну, с этим, я думаю, никто спорить не будет. Это действительно, я думаю, понятно. Да. Так, теперь давайте математическое ожидание квадрата. Вот я предлагаю действовать совершенно тупо. Ой, а может, который вопрос? Скобка. Представьте себе, что я хотел поставить скобки. m, x и двойка. Скажите, пожалуйста, скобки надо ставить вокруг буквы x или вокруг букв mx? Или вокруг x квадрата. Vokrug x квадрата. Вокруг x. Vokrug x. Vokrug x только. Только вон κ. x квадрат. Ну смотри, вообще не надо ставить скобки. Нет, вообще не надо ставить скобки. Это он так написал, потому что он думает, что вы понимаете, где их надо ставить. Нет, я не то, что думаю, я это проговорил вообще. Мы на прошлом занятии вокруг х писали сколько? Нет, что мы писали на прошлом занятии, это не аргумент для математики. Вокруг х квадрат. Вокруг х квадрат. Волосование. Правильно, вокруг х квадрата, конечно. Мы усредняем вот эту величину. Мы возводим ваш вес в квадрат и усредняем после этого. Точно так же, как, когда мы саму дисперсию определяли, у нас было математическое ожидание вот этого квадрата. Это означало, конечно, что мы берем среднее от всего вот этого квадрата. То есть, строго говоря, надо было дорисовать еще вот эти скобки. И надо было, потому что у многих из них были странные представления. Нет, потому что, когда я уже возглав на квадрат, это предполагалось. Ну, я вчера рисовал эти скобки. Вчера они были нарисованы, кажется, квадратики. Вот эти квадраты. Как-то легко ошибиться, а? Ну, ошибиться всегда легко. Надо много упражнений прорешать, чтобы привыкнуть к этому полностью. Да, дисперсия, конечно, это математическое ожидание всего вот этого квадрата. Да. И когда мы ее раскрывали, естественно, мы вот здесь вот считали математическое ожидание квадрата. И вчера я, кстати, это подробно говорил, но просто быстро довольно. А здесь квадрат математического ожидания. То есть, вот я вчера прямо произносил эти слова. Усреднить квадрат — это не то же самое, что возвести в квадрат среднее. Вот это я точно помню, это только говорилось. Вот. Да, конечно, нам нужно найти математическое ожидание всего этого квадрата. Вот мы сейчас тупо, нудно будем его искать. Ведь мы помним, что х — это сумма чисел х1 и так далее, хн, каждый из которых случайно. Поэтому, конечно, не составляет труда возвести х в квадрат. Не составляет труда? Да, не составляет. А нам надо возвести х в квадрат. Ну, конечно, не составляет труда, чему равняется х в квадрате? Сейчас, сейчас, сейчас. х в квадрате. Так, х в квадрате. И плюс вот так далее, плюс х в квадрате. И все? Нет. А плюс 2x1, x2, плюс что еще? Плюс 2x2, x3. Ну, я не знаю, я бы не сказал 2x1, x3, мне кажется, такая лексикографическая нумерация, она более естественная. Плюс и так далее. Ну, давайте я начну последнее слогаемое, это будет xn-1, xn. А вы мне только скажите, сколько здесь всего вот этих слогаемых умноженных надбольных. Число сочетания из n по 2. Это число сочетания из n по 2. Понятно? То есть, если мы написали слогаемое x1, x2, естественно, слогаемое x2, x1 уже не будет. Именно поэтому мы нарисовали двойку в качестве коэффициента. Так, значит, вот это x в квадратце. Тут стоит сумма кучи случайных величин. Вот такой квадратик, вот такой квадратик, да? И хэпштук, их произведение, их еще c из n по 2. То есть n плюс c из n по 2, да? Всего слогаемых. И вот нам нужно взять математическое ожидание от всей такой суммы. Ну, понимаете, да, что можно применить линейность? В очередной стотысячной, можно сказать, раз. Да. Ну, линейность применяется по отношению к сумме вот такого числа слогаемых. Значит, у нас получается, что математическое ожидание квадрата случайной величины x, это есть на самом деле математическое ожидание квадрата x1 плюс и так далее. Давайте я в список не буду рисовать, пока вы не привыкнете. Математическое ожидание квадрата xn. Так, ну, может, вы мне скажете дальше, какие будут слогаемые? Ну, хорошо. Плюс n умножить на n минус 1, чтобы сэкономить, чтобы три точки не писать. Они все одинаковые. А, я не знаю, вот это у меня как раз совершенно не очевидно, чтобы все понимают, что они одинаковые. Давайте, конечно, я проглочу и скажу, что ясно, что все эти слогаемые одинаковые. Нет, уж раз мы сегодня разбираемся совсем подробно, то я предпочитаю написать вот так и потом сказать, что они одинаковые. Мне главное, что двойка – это константа, которая выносится за знак математического ожидания. Вот эта очередная c там с каким-то индексом, да? Да. А вот это вот произведение x1 на x2 – это случайная величина. То есть я теперь пишу математическое ожидание произведения x1 на x2 плюс и так далее, плюс 2 умножить на математическое ожидание произведения xn минус 1 на xn. И вот как раз то, что они все одинаковые, это нам сейчас предстоит осознать. Причем давайте для начала осознаем, что такое суть. То есть чем являются вот эти вот квадраты. x1 в квадрате – это что такое? Вообще x1 – это что такое? Давайте еще раз. Опять в сто тысячный раз вспомним. Что такое x1? Либо единица, либо ноль, правильно? Единица с вероятностью p, ноль с вероятностью q. Ну замечательно, а x1 в квадрате? Это p с квадратой, а не значение. Э, нет, p – это у нас вероятность, а не значение. Значение – это какие принимает x1? Либо 0, либо 1. Правда же это то же самое значение? Тоже либо 0, а в какими вероятностями? А почему q в квадрате? А почему q в квадрате? Зачем вероятность возводить в квадрат? Тоже по ику. Конечно, тоже по ику. x1 принимает значение, ну, в доле, значение равное единице, в доле случаев там равный p, то есть с вероятностью p. x1 принимает значение 1 с вероятностью p. Ну, значит, x1 в квадрате принимает значение единица тогда же, ровно тогда же, когда x1 принимает значение единицы. Значит, вот это случайное речено принимает значение 1 с вероятностью p, но и с вероятностью q. То есть она ничем не отличается от x1. Она просто равна x1. Она просто равна x1. А просто ей равна, что x1 – это 0 или единица, Это 0,1 и только тогда, когда x₁ είναι 0 или 1. Вот, в случае чему равняется матражедание x₁? process��1 A s1 А чему оно равно? Если это случайно начиналась с двумя значениями ноля, единица, вероятность у и p 1...п И здесь по таким же причинам p, правда? То есть, вот эта вот первая сумма из N слагаемых, это N умножить на P. Это просто наше любимое математическое ожидание, которое мы уже считали, пересчитали. Значит, давайте я сдвинувся наверх. Np получается, вот я только что стер как раз это знание великое, что матр ожидания равняется Np. Np, да, Np равняется Np. А вот дальше надо разбираться с тем, как устроены такие случайные. Считаем P+. И сейчас будем пытаться понять, чего надо прибавить. Вот смотрим на произведение X1 умножить на X2. Ну, если здесь 0... Какие значения это произведение принимает? Давайте пока аккуратно, медленно. Либо 0, либо 1 тоже. Либо 0, либо 1. А когда оно принимает значение 1? Когда X1... Сейчас, давайте когда 1. Вот вы, например. Когда X1 есть 2, это единица. Правильно. Это, наверное, с этого как квадрат. Вот. Понимаете, да, что вероятность того, что X1 и X2 принимает значение равное единице, это P в квадрате? Да. Потому что для этого необходимо и достаточно, чтобы обе случайные величины приняли значение равное единице. Да. Так. При этом, внимание, чем мы на самом деле пользуемся? Мы пользуемся тем, что испытание производится независимо. Поэтому мы перемножаем эти вероятности и получаем P в квадрате. Согласны? Да. Это в дальнейшем нам понимание пригодится. Вот. То есть, чему равняется математическое ожидание на Туни? Да. Математическое ожидание X1 может на X2. Значит, P в квадрате это вероятность того, что такая случайная личина принимает значение 1. А какое еще оно значение принимает? 0. А 0 нас интересует в определении математического ожидания? Нет. Нет, не интересует. Значит, чему равна математического ожидания? P в квадрате. Так, понимаете, что для остальных причин все абсолютно то же самое. Вот то, что воскликнул Александр Васильевич, это вот оно и есть. Вот это тоже P в квадрате. Ну, сколько здесь всего слагаемых мы знаем в C из n по 2? Значит, надо прибавить 2 C из n по 2 на P в квадрате. Давайте так, nP плюс n на n минус 1 на P в квадрате. Ну, вроде нигде не описался, получается вот такая вот величина. Как, вы следили? Да. Все понятно? Да. Так, возвращаемся к подсчету дисперсии. Вот он здесь начат, я его специально нестю. А, у нас уже... Ну, мы вот эту величину сосчитали, а посчитается тоже вполне себе понятно, что. Ну, вот давайте посмотрим, что получится. Значит, получится nP плюс n на n минус 1P в квадрате минус nP в квадрате. Так, вот за этим следили? Да. Просто тупо подставил сюда вот это и вычил nP в квадрате. Да. Так, можно здесь что-нибудь очевидным образом сократить, приводя подобные слады? Ну, да. Ну, да, потому что, смотрите, вот это n квадрат, p квадрат на самом деле. Да. Ну, и тут тоже есть n квадрат, p квадрат, причем здесь со знаком плюс, а здесь со знаком минус. Да. Поэтому n квадрат, p квадрат уничтожается, и у нас остается nP минус nP квадрат. Вот отсюда остался только минус n, умноженное на p в квадрате. А, да. А n квадрат, p квадрат сократился. Видите, как замечательно. Давайте nP еще вынесем за скобку, в скобках останется 1 минус p, ну, то бишь, ху. Вот такая вот дисперсия получается у числа успехов в схеме из n-испадания вернули. Ну, например, если p равняется 1 второй, если p равняется 1 второй, тогда математическое ожидание у нас просто n пополам. А разброс вокруг этого математического ожидания, средний, квадратичный, это n поделить на 4. Да. Ну, то есть, такая совершенно естественная картинка. Вот здесь вот где-то середина, а разброс он еще вот так. Вот, но вроде сосчитать. Это первый самый простой пример. Значит, если никаких по нему вопросов нет, давайте попробуем сосчитать что-нибудь более сложное. Правильно? А помните, у нас была задача, которая вас в какой-то момент поставила в тупик, потому что там было более сложное пространство элементарных исходов, а именно мы вместо монетки начали бросать игральную кость в каждом испытании? Да. Помните, мы делали n испытаний, в каждом из которых мы бросали не монетку, а кость. Правда, симметричную кость. Продолжение следует... Продолжение следует...